ну что народ приветствую вас на канале капитан герман и как мы обещали в прошлом ролике у нас сегодня будет что-то невероятное мы будем вам рассказывать про подводный мир острова кри он здесь настолько шикарный что мы провели здесь сколько дней в общем мы это все снимали потому что на одном квадратном метре здесь невероятное количество всяких рыб кораллов то есть одно из самых лучших но это самый наш любимый риф риф номер один вообще который мы видели наверное но я лично который видела своей жизни это самый лучший риф в общем мы в прошлом ролике дошли до кри и вот как я и обещал в этом ролике мы вам рассказываем про то что здесь под водой а это реально очень очень круто да тут огромное-огромное количество рыб риф сам по себе не глубокий то есть мы тут снорклили но здесь также одни из самых популярных дайв спотов тоже находятся свал большой до большой это получается но несколько локаций то есть есть локации возле отмели есть локации на углу острова и каждый раз то есть мы заплывали в новом месте иногда течение настолько сильное что нужно сплавляться вместе с тузиком чтобы потом не выгребать обратно к нему и в целом всегда огромное количество рыб просто что-то невероятно поэтому если вам нравится нырять снорклить на мелководье там можно стоять по пояс опустился и все это видишь можно нырнуть там на 30 метров с баллонами если такой дайвинг тоже нравится на большой глубине огромные рыбы промыслом и там есть эндемики тоже и здесь же мы встретили ламантинов точно так и было в общем промысловые рыбы такие как ваху макрель и малия кривали огромные но здесь охота запрещено потому что это все-таки национальный парк но посмотреть на эту рыбу и увидеть такую там полутора метровую ваху которая рядом с тобой проплывает это всегда было очень круто в общем мы отсортировали всех карасей которые здесь были по им по их видам но не всех на на самом деле на больше чем описано в нашем но самых интересных и в общем мы вам будем рассказывать про каждую из них потому что мы начали это все изучать и узнали столько всего интересного и сейчас мы ныряем прямо осознанно потому что понимаем какая рыба что делает как себя ведет и почему ну да ну и в принципе на за ними очень классно просто наблюдать но и вот тут у нас подходит время рассказать немножко о наших других любимых видах рыб это триггер фиши или спинороговые мы их называем триггер фиши так проще это по-английски не так называются ну да а название у них такое интересное из-за их плавников на спине то есть они случае опасности выставляют скрытый плавник прямо где-то над головой который вот тут как раз видно он у него выставлен значит он тревожный тревожиться о чем-то и почему он поднимает плавник до имеет три шипа и эти три шипа один подбирает другой и если сама рыба этого не пожелает просто так физически этот плавник невозможно сложить поломать можно только да можно только поломать вот этот вот самый красивый триггер фиш из всех называется пингтейл триггер фиш мне нравится что у него окрас такой прямо как у балерины юбка и розовенькая и черненькая да да а вот это другой вид триггер фиши называется клаун триггер фиши не как правило водятся сильно глубже чем все остальные то есть где-то там уже от 7 8 метров но нам тоже посчастливилось заснять вообще ты знаешь что они вырастают до одного метра но некоторые виды да но в основном где-то там 20-50 сантиметров вот еще немножко этого великолепного пингтейла я их много снимала потому что они мне прям сильно нравятся лучше еще расскажи чем они питаются питаются они моими любимыми моллюсками ракушками да у них большие крепкие зубы и они этими зубами могут расколоть и раковины моллюсков и морских звезд и откусить кусок коралла в общем это все входит в их рацион правило они плавают по одному иногда парами и интересно и важно быть внимательным они очень территориальные и когда самец охраняет гнездо вот тут можно могут быть большие проблемы потому что выходит на сцену рыба мудак не только титаны но титаны прямо мы даже встречали что они такие бросаются то есть не каждый раз когда он бросается он пытается укусить он как минимум пытается отогнать от своего гнезда подальше но в некоторых случаях могут и укусить и прокусывают даже неопрены много случаев когда они на дайверах нападали то есть это такая большая мощная рыба на виде дайвера и кусает там за лицо или куда и такие укусы болезненные и большие раны посмотрите какие они красавчики и они вообще съедобные они съедобные но их опасно есть потому что они накапливают токсин в своем организме который может вызвать сиглатеру ну и вообще я не знаю лично мы рифовых рыб не едим вот именно по этой причине потому что риф это фильтр он фильтрует воду из нее убирает все токсины и тяжелые металлы потом это есть рыба потом вы едите эту рыбу и она все передается вам поэтому мы стараемся рифовую рыбу не есть ну да конечно это которая даже питается рифовыми рыбами такую как там барракуды мы тоже не едим именно по этой причине но в целом еще мы нас получилось заснять мне понравилось как они чистятся они зачастую подплывают какому-то большому плоскому кораллу ждут когда к ним подплывут маленькие рыбки которые начинают их опис них объедать каких-то разных паразитов либо я еще встречала как он вот просто ложится на бок и чешется об коралл то есть как перед антифолингом чистить себе дно а пошкрябаться вообще они такие достаточно пугливые и еще есть интересно один из их видов это ред туз триггер фиш краснозубые наверное получается они огромными стаями плавают то есть в отличие от всех других которые по одному по два эти прямо огромное скопление и они явно что-то едят прямо вот из воды из планктон наверное какой-то и любят вот этот вот плавающий на поверхности мусор то есть если где-то видишь такое пятно то там по-любому будет огромная стая вот этих ред туз триггер фиш интересно что они называются ред туз у них красные зубы но в целом у них очень характерный такой супер красивый глубокий синий цвет и необычная форма плавника названы они почему-то именно за свои зубы где у них много других отличий ну да зубы Встребу я на паугу летючу барабуля, Час написал у чат, і нам хлопчина с нікомуля. Минуло трохи часу, і ми слухаємо пісню, Написана для нас з тобою з чудовницьким змістом. Домріє вдали чин, Несуть нас рожеві вітрила. Рожеві вітрила, рожеві вітрила. Піде трохи, перерепочинь, Відтінню відлила, моє мило. Домріє вдали чин, Несуть нас рожеві вітрила, рожеві вітрила. Піде трохи, перерепочинь, Тіню відлила, моє мило. Моє мило. Вот тут у нас плывет красивый, Но очень опасный рыбохирург. Вы видите, у него такие оранжевые шипы У основания хвоста. И это значит, что он настроен Очень решительно и агрессивно. Он нас очень не любит, судя по всему. Когда они в таком безмятежном состоянии, У них эти шипы скрыты. Вот другой вид рыбохирурга. Их здесь на самом деле на раджампад Очень-очень много. А всего их около 82 видов. И 9 родов. То есть это очень большое... Большая семья рыб. Да, и здесь их зачастую Даже на одном кадре Можно поймать несколько разных. Вот целая стая, например, плывет. Это тоже рыбохирурги. Только другого вида. Они, кстати... Ты знаешь, что они живут И поодиночке, И малыми стайками, И группами, И большими. Ну вот здесь как раз большая, судя по всему. И иногда они живут небольшими гаремными группами. То есть один самец и много самочек. Ну здесь вообще какой-то Либо очень большая гаремная группа, Либо просто огромная такая стая деревни. Я думаю, что это просто стая в данном случае. Да, в общем, это интересные рыбы. Они дневные рыбы. Они очень-очень ярких окрасов зачастую бывают. И они очень важны для рифа, Так как они поедают водоросли, Которые вредят кораллам некоторым. То есть эти водоросли разрастаются, Покрывают рифы, И от этого кораллы умирают. Поэтому это очень полезные рыбы. Ну и в их рационе Также попадаются планктон и рачки, Потому что они живут в этих водорослях, И они их едят вместе с водорослями. Иногда и просто так охотятся. Ну да, обычно у них Размер где-то там от 10 до 25 сантиметров, Но некоторые доходят и до 50 сантиметров, А некоторые даже говорят и до метра. Но мы таких не встречали. Вот он еще один опасный поплыл. А вообще, ты знаешь, что это рыбы-долгожители? Они живут на открытой воде, В водоемах больше чем 20 лет. Некоторые виды. Прикол. Вот это, конечно, круто. А еще малыши у них Совершенно отличаются от взрослых особей. Во-первых, у них нет шипа. Кстати, некоторые шипы у них ядовитые. Там ядовитая слизь. И когда они в закрытом положении, Они не опасны. А когда они царапают, Они режут, Они прямо как скальпель. Они этот яд заносят внутрь, И он вызывает невероятную боль У того, кого оно порезало. В общем, нужно соблюдать дистанцию И не кошмарить этих великолепных рыб. Тут они даже плывут вместе с попугаями. Интересно, как разные абсолютно семейства Зачастую мы здесь встречали, Плавают прямо именно организованными группами вместе. И еще они живут не только на кораллах, На рифах, А еще и на песчаном дне. И распространены, Это Индопасифик, Африка, Австралия, Япония. И туда аж до Туамоту, Кирибати. Туда на самый верх. Я помню, мы их в первый раз встречали В этом атолле, где мы были. Где только одни мы стояли. Как этот атолл назывался? Минервориф. Вот, на Минерворифе мы первый раз таких встречали. Я помню, прямо мы когда снова выклали. Во французской Полинезии разве таких не было? Ну, может быть. Не, наверное, были. Мы просто первый раз так на них стали внимание обращать. Это мы уже сейчас начали очень серьезно к этому относиться. Разобрали все видео по деталям. Они иногда могут быть агрессивные и территориальные. Но в основном, конечно, они стараются избежать контакта. Но не всегда. Поэтому, если вы видите такую рыбу, будьте внимательны и лучше соблюдать дистанцию. Потому что может выйти и навалять. Чик-чик. Смотря какого. Чик-чик. Зайка-подрезайка. Да. Ну и еще на этом рифе мы встретили большие тоже иногда стаи, иногда одиночки. Большое количество рыбок, которые все знают под именем или кличкой рыбка Дори. Это из... В поисках Немо. Из поисках Немо, да. Вот эта вот синяя рыбка с ярко-желтым хвостиком. Причем у нее синий цвет настолько яркий, он прям неоновый. Он даже на видео не передается, потому что он очень глубокий. И такой я даже не знаю, как передать. В общем, оказалось, что это тоже из семейства рыб-хирургов. И еще из семейства рыб-хирургов это вот эти рыбы-носороги с такими долгоносиками, такие дурацкие. Да. Это тоже хирурги. Кстати, вот эта рыбка Дори, которая, она не агрессивная, она не нападает. Это вообще не территориальная рыба. И их даже содержат в аквариумах. Ну, много кого содержат в аквариумах, но мне очень понравилось за ними гоняться по рифу Кри. Ну, и следующий вид рыб, это вот такие огромные-огромные стаи рыб под названием сержант-майор. Это, кстати, дамсельфиш, который у нас также есть в этом видео. Но по-русски они называются обудивдув. Мне кажется, что... С каким названием они обречены на успех? Когда их так называли, это уже было всех рыб открыли, а эту еще нет. И такие, как мы ее назовем? Уже все названия заняты. Я буду в дух. О, великолепное название. В общем, эти рыбы всегда плавают огромными-огромными стаями. Название свое сержант-майор они получили за свой внешний вид с полосками. Это погоны. Самцы и самки внешне не отличаются. Питаются в основном зоопланктоном и мелкими водорослями, алгае и такое всякое. Ведут себя не агрессивно и всегда это такие супергрупповые особи. Самец всегда высиживает и охраняет икру, которую отложила самка в течение нескольких недель. И еще во время спаривания он гоняется за самкой, пока не догонит. Ну вот, что бы это ни значило. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот другой наш тоже любимый вид рыб, который мы часто встречаем. Это пафферфиши или иглобрюхие. Они такие медлительные. И интересно, что они умеют плавать не только вперед, но и назад благодаря своим плавникам. Также у них нет чешуи, но вместо чешуи у них есть иголки. Эти иголки в спокойном состоянии прижимаются к коже, но в случае опасности рыба набирает в рот воды и становится таким огромным шаром, который колючий. Потому что у нее специальные мешки возле желудка, и она через желудок набирает, пьет эту воду и раздувается до огромных размеров. И все эти шипы и колючки начинают торчать в разные стороны. И если ее едят, то она становится в горле даже у больших рыб, и они потом от этого умирают. Поэтому это такая серьезная защита, и они же еще ядовиты. Да, многие из них ядовиты, и этот яд содержится у них на коже и зачастую еще в желудке и в печени. То есть эти рыбы в принципе достаточно защищены, что позволяет им плавать медленно, вальяжно и никого вокруг не бояться. У них есть зубы, 4 зуба, которые должны в течение жизни стачиваться. Для этого они едят моллюсков разных. Обязательно с этим, с панцирем, да. Потому что у него они стачивают эти свои 4 невероятных зуба. Но в принципе они такие симпатяги, мне нравятся у них такие большие глаза, они этими глазами за тобой всегда наблюдают. Обычно никуда не сильно убегают, а так спрятятся, может посидят где-то, переждет. Но в целом они такие не супер проворные. А ты знаешь, что еще когда у них опасности, они раздуваются, то дельфины знают, что у этих рыб на коже, на иголках находится токсин. Да, и они начинают играть в футбол, и от этого торчат. Ну, в общем, таких видов рыб около 90 в дикой природе. Есть некоторые из них пресноводные также. Но мы тут вот встречали, соответственно, только тех, что в соленой воде живут. Они еще являются очень территориальными, и во взрослой жизни они одиночные особи. Да, но по одному их всегда и встречали. Да, да, да. А, нет, кстати, вот они взрослые по одному. Но помнишь, мы когда стояли в Панаме, в Панама-Сити, там прямо в бухте, где мы... Их там несколько штук было. Нет, несколько, там все было в них, такие маленькие по фарфишу. А, да, я думаю, что это вот как раз мальки, которые вот этой толпой растут. Да, там такая толпа была, их там сотни было в одном месте. В общем, за ними тоже интересно наблюдать, потому что они никуда не торопятся. Один из самых наших любимых видов рыб, рыбы-клоуны. Они хороши тем, что их очень много видов, их около 28 видов. И мы каждый раз, мне кажется, мы уже встречали, наверное, больше половины этих видов. И всегда мы с ними проводим очень много времени, стараемся снять. Они такие фотогеничные, такие классные. Они фотогеничные, и они достаточно, как правило, статичные. То есть они живут в симбиозе с актиниями, актинии тоже очень много разных видов. И, как правило, у разных видов разные рыбки-клоуны. А ты расскажи вообще, что это за симбиоз, потому что это очень крутая система. Симбиоз, да. И это у них такая система взаимовыгодного проживания. То есть актиния, она ядовитая. На ее щупальцах содержатся стрекательные клетки, которые ядовиты для всех видов рыб. И жалят, могут некоторых рыб насмерть жалить. Ну, так этим, собственно, она и питается. Она же убивает рыб, и они падают в актинию, и актиния их потом ест. Да, но рыбки Нема приноровились, будучи ужаленными, вырабатывают специальную слизь, и таким образом яд уже не попадает на их поверхность. Причем интересно то, что когда рыбка только касается актинии, она ее касается чуть-чуть, чтобы понять действия яда. И в зависимости уже от того, какой яд, она вырабатывает вот эти антитела и вырабатывает слизь, которая содержит эти антитела. И актиния ее не жалит. Ну да, а рыбки Нема, в свою очередь, помогают актинии тем, что, во-первых, своим окрасом ярким они привлекают других рыб, которых, собственно, актиния жалит и питается ими, вентилируют воду и удаляют остатки пищи актинии. То есть тех рыб, которые она не успела переварить. Ну, вот типа того. Получается, что они всегда плюс-минус находятся вокруг. Интересно, что каждое семейство рыбок Нема, рыбок Клоуна, ну я их называю рыбка Нема, потому что... Мультик, потому что. Да, потому что мультик такой. Интересно, что каждое семейство состоит из альфа-самки, это самая крупная рыба. И обычно такая самая дерзкая. Потом бета-самец и остальные уже ниже рангом самцы. То есть все рыбки, они изначально самцами рождаются, но если умирает или что-то случается с главной самкой, то бета-самец, он становится самкой. И раз уже став самкой, обратно самцом он стать не может. А еще интереснее. А следующий по размеру самец, он становится, собственно, на этим бета-самцом новым. А еще интересно, что в оплодотворении икринок принимает участие только бета-самец, а остальные самцы не являются репродуктивными. Ждут в сторонке. И интересно то, что когда икра отложена, за ней ухаживает уже самец. Он зачастую убивает и съедает некоторые икринки, которым не хватает кислорода, или которые изначально в какой-то суперневыгодном положении оказались. Или неоплодотворенные. Или неоплодотворенные, да. В общем, он как раз вот за этим следит до самого уже вылупления моряков. И они очень территориальные, они практически никогда не уходят от своей актинии, потому что они имеют иммунитет строго к определенному виду и никакому другому. Говорят, что они могут даже атаковать и кусать. Но мы с нами такого не было. Только пытались они нас запугать, выпрыгивали резко из актинии. Но за этим очень забавно наблюдать. Поэтому никогда не трогайте рыбку-клоуна. Еще рыбка-клоуна очень социальная рыбка. И они, интересно, что общаются такими щелчками и хлопками между собой. А тут у нас маленький рыбка губан-клоун. Интересно, что это юная совсем особь, которая внешним видом очень похожа на рыбку-немо. Ну, по окрасам в основном. По форме, конечно, видно, что это кто-то другой. И по поведению тоже видно, что кто-то другой. Потому что ни к какой актинии он не привязан. А трапает очень быстро. Я думал, изначально, что это рыбка-клоун. Нет, нет, это совершенно другой вид рыб. И интересно, что вот такой окрасный. Мелкая особь, он совершенно изменяет этот свой внешний вид и окрас с возрастом, когда вырастает. Играет музыка-клоун. Играет музыка-клоун. Играет музыка-клоун. Продолжение следует... Ну и следующий герой у нас это морская рыба-игла. Это что, не морской конек? Нет, это оказывается не морской конек. Мы всю дорогу считали, что это морские коньки, только такие разогнутые. Но оказалось, что это их родственники ближайшие, но не морские коньки. Они в какую-то отдельную семью входят? Они в одной семье с морскими коньками, но немножко другие. Они прикольные тем, что они на дне, и их совершенно не видно. Они сидят там на камнях, и когда проплываешь мимо, их заметить очень тяжело. Это нужно остановиться, остановиться и начать рассматривать, что же там под каралово. Но тем не менее мы их достаточно часто встречали. Я их даже на вояге встречала, прямо просто в песке. А здесь вон целая парочка, причем кто-то из них кажется беременны слегка. Похоже. То есть шансы есть, что будут эти маленькие икряне. Они, кстати, икринку несут или рожают готовых? Ну это непонятно. Непонятно. Интересно. Вообще я видел, что морские коньки рожают готовых коньков. Ну да. Этот такой толстенький. Может он просто объелся? Может объелся, съел другого конька. Ну и вот такую черепашку мы встретили. Мы их встретили на самом деле много. Это одна из них. Они напоминают зеленую черепаху, но это не зеленая черепаха. Это черепаха Хаукбилл Джертл. То есть это черепаха, которая называется ястребоклювая какая-то, ястребиная. Или вот мы еще нашли по-русски, она называется черепаха Биса. Она чуть меньше, чем зеленая черепаха. Они очень-очень редкие. И они на грани исчезновения находятся. В основном из-за того, что на них люди часто охотятся из-за их панциря. Но это же совершенно нелегально. Это нелегально и запрещено практически везде, во всем мире. Но тем не менее это происходит, потому что из их панциря делают какие-то красивые украшения, бижутерию и разные аксессуары. В общем, черепашка из-за этого находится в опасности. Но здесь их не ловят, здесь они... А какие у нее враги вообще? У них вообще враги, главный враг это человек, конечно. А еще акулы, октопусы, большие виды рыб. Ну, в общем, в целом у нее врагов в природе очень мало, потому что у нее очень жесткий панцирь, и в принципе никто на нее не нападает. Почему у нее такое название? Потому что у нее есть такой клюв выдающийся верхний с крючком. Он ей помогает выковыривать разные вкусности из кораллов. Она очень в основном любит питаться морскими губками, иногда даже ядовитыми. И это очень полезно для рифа, потому что выколупывая эти морские губки, она оставляет много всяких частиц и открывает доступ ко всяким вкусняшкам для других рыб. Я знаю, что они являются большой проблемой для фабрик жемчуга. Да, мы видели, вот в основном, когда выращивают устриц на жемчужных фабриках, то есть у них прям такие специальные в несколько слоев металлические сети, именно защита от этих великолепных черепашек. Интересно, что они взрослого возраста достигают аж в 20-35 лет, то есть это столько времени должно пройти перед тем, как эта черепаха начнет размножаться. Размножаются они два раза в год, и это единственное время, когда они встречаются с другими черепахами. Всю остальную жизнь они проводят поодиночке. И интересно, что когда они еще маленькие, они в основном живут и передвигаются в открытом океане. А уже ближе к взрослому возрасту они большую часть времени проводят на рифах. Но вообще вот этот период, при котором они эмигрируют, он до 4 лет. Да, и еще вот когда они наконец-то спарились, а мы такое видели. Мы это показывали. Да, даже показывали, в общем, это очень прикольно. Там у них такая куча мала, 2 или 3 черепахи обычно. Мы даже сразу не поняли и испугались, что это за звуки, что это там такое происходит. Думали, что, возможно, черепашка попала в какой-то капкан, но казалось нет. Что это совсем не капкан. Что это совсем не капкан, капкан любви. И откладывают яйца, они уже где-то неподалеку на безлюдных пляжах в ночное время. То есть они выползают, это им большого труда стоит. И всю ночь роют яму, откладывают эти яйца. И потом в течение 60 дней эти яйца уже развиваются и вылупляются. А сколько яйца они обычно откладывают? Ну, там около 100 с чем-то в разных регионах, кстати, по-разному. Это вообще черепахи, которые есть и в Атлантическом, и в Тихом, и в Индийском океане. Но атлантические особи, их вообще цикл жизни, развития и их повадки немного отличаются от тех, что живут в Индопасифике. А какой период жизни у этих черепах? Вот это вообще неизвестно, я не нашла этой информации. То есть если они только взрослый возраст у них наступает, там в 20 с лишним, 30 с лишним лет, то, ну, наверное, я не знаю. Наверное, долго. Долго, да. В общем, у нас вот такие красивые черепашки с нами плавали. Она совершенно не боялась нас, то есть просто позволяла подходить. У нее там свои интересы, она занимается своими делами. И мы просто рядышком плавали и, естественно, ее не трогали, потому что мы предпочитаем дикую природу сильно не тормошить. Но поплавали рядышком, посмотрели, поснимали. Вот наслаждайтесь такой красивой черепахой, которую мы встретили, которая из Красной книги на грани исчезновения. Да, еще их часто можно встретить в этих местах, они спят под кораллами. Вот я когда на Аеме плавала, несколько раз видела, причем такие малыши еще, у них где-то панцирь, может, размера там 50 сантиметров. Ну, подростки, считай. И прямо заглядываешь куда-то, а там этот черепашонок этот спит под кораллом, такой отдыхает. Милота. Да, прикольные они. Милота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, а здесь у нас самые частые на рифе обитатели Это рыбы-попугаи Это самое большое разновидное семейство здесь Причем и в Индопасифике, и в Атлантике Это вообще самая встречающаяся рыба в мире рифовая Ну да, да, их прямо всегда есть, даже никаких других не будут, а эти будут Называются они так из-за своего клюва, который сформирован из зубных пластин Этот клюв растет у них всю жизнь, потому что они им очень активно пользуются И шкрябают кораллы Всего около 95 видов существует Подожди, я читал, что 350 350, это раньше ученые так думали Потому что эти рыбы имеют абсолютно суперсильные физические различия Мальчики, девочки и молодые рыбы Они все абсолютно разно выглядят в разных стадиях жизни И мало того, они, как правило, пока еще молодые Они больше девочки, а с возрастом они превращаются в мальчиков Но это не в большинстве, это все так Они как-то раздаются Они по-разному По-разному У некоторых видов есть даже те, кто наоборот Изначально мальчики становятся девочками Но самое преобладающее большинство видов Это они изначально девочки с возрастом становятся мальчиком А расскажи, как они отличаются Потому что было бы интересно, когда вот если кто-то будет плавать на рифе Чтобы осознанно понимать, что это девочки, это маленькие Ну вот эти зеленые, зеленые, голубые И там часто с розовыми межчешуйками Или с розовыми хвостами Или вот просто ярко-голубые Это всегда мальчики Девочки обычно бледнее цвета Они бывают такие бледно-красные Бледно-серые Коричневые Коричневые, да И интересно, что в основном они плавают огромными-огромными группами Это у них такой период, когда они плавают и едят Вот этот вот песок, который с них летит Это их какашки Потому что они сошкребают с рифов алгаи И другие водоросли Но при этом попадаются и частички кораллов Они в день выкакивают до 250 грамм песка А в год в среднем до 90 килограмм То есть это самые большие контрибуторы В вот этот великолепный белый песок Который вы видите на тропических пляжах То есть это все именно благодаря им Еще интересно, что они собираются в эти группы Именно по размеру То есть не по каким-то другим принципам А просто по размеру рыб Ну да, вот они взрослые, плавают Еще интересно, что они когда плавают И обгрызают вот эти кораллы Они, это происходит с таким звуком Что даже под водой за много-много метров Это слышно То есть может где-то услышать такой хрум-хрум-хрум Посмотреть по сторонам И увидишь, что вот плывет эта стая попугаев Еще у них зубы растут всю жизнь, я знаю Еще интересной особенностью этих карасей Является то, что они откладывают икру прямо в воду И она просто плавает в водной взвесе Становится частью планктона И потом оседает на самом коралловом рифе И уже там находится до того, как начинают вылупляться Маленькие парадфиши Самые большие парадфиши Это хампхэт парадфиш Такие с большим горбом на лбу Они вырастают до 1,3 метра в длину Мы их тут тоже часто встречали Но они, как правило, уже меньшими стаями плавают Но на Ваяге как раз мы таких встречали Вообще этот вид рыб очень важен для коралловых рифов Всех в принципе в мире И особенно для большого барьерного рифа в Австралии Потому что они способствуют здоровому развитию кораллов То есть когда кораллы покрываются губками или водорослями И соответственно рифоформирующие кораллы уже не могут расти дальше А благодаря этим рыбам они счищают все излишки Съедают это И таким образом кораллы более здоровые Но они кораллы же не обгрызают Нет, кораллы они не обгрызают Они обгрызают все с кораллов Но иногда ты так вот можешь плавать И видно такие поцарапыши Это вот их клюва-дела Эй! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Другая очень красивая семья рыб Другая очень красивая семья рыб Это рыбы ангелы Они тоже как правило супер ярких расцветок Такие приплюснутые с боков Более круглой формы ДимаTorzok Размер от 6 до 60 см Всего в этом семействе 85 видов рыб Интересно, что у них молодые особи настолько сильно отличаются от зрелых что раньше ученые их квалифицировали как разные виды, то есть прямо совершенно меняется и форма тела, и полностью расцветка. В основном они обитают в Индопасифике, но несколько видов встречаются также и в Атлантическом океане. Они, как правило, живут парами, либо гаремами, то есть на одного самца приходится несколько самок. Тоже очень территориальные рыбы и защищают свой ареал обитания от других особей своего вида. Но интересно, что юных особей самец может оставить и не трогать, разрешить им находиться в его ареале обитания. У взрослых особей некоторых доходит их зона до 1000 квадратных метров, то есть очень большая, а у маленьких иногда один или два коралла. Но это же зависит от размера самой рыбы. Да, зависит от вида и размера самой рыбы. Они обычно очень агрессивные по отношению к своим сородичам и изгоняют один другого со звуками щелчков и довольно-таки агрессивно и динамично. Также у рыб этого семейства очень разные стратегии питания. Некоторые питаются вообще всеядные, то есть и водорослями, и полипами, и мелкими животными какими-то, креветками и так далее. А некоторые, у них такая диета более скромная, они питаются только губками и водорослями, например. Ну вот, друзья, мы и сделали этот огромный ролик. Обзор. Обзор. На самом деле это один из самых сложных роликов, потому что всех этих карасей, которые плавают вокруг, нужно было идентифицировать, разделить. Ну, полезные. Полезные, потому что кроме того, что мы вам это рассказываем, ну это понятно. Но кроме того, что мы вам это все рассказываем, мы же сами учимся. И, например, вот с каждым таким видео, мы когда ныряем под воду, мы настолько становимся осознаннее и понимаем, что вокруг нас происходит. То есть, если раньше мы просто видели такой фиш-суп, когда вокруг тебя плавает огромное количество рыб, то сейчас мы уже понимаем, о, вот это вот рыба такая, а это малек. Да, мы немного теперь уже знаем о некоторых из них, но суть в том, что этот риф, это просто что-то невероятное. Это был самый богатый риф на нашем пути, их там несколько отдельных. Про них мы вам все расскажем, у нас уже все вот снято и мы работаем над этим материалом. Большим видовым разнообразием, это просто место мечта и я лично желаю туда вернуться поскорее. Ну и каждому, кто так же любит подводный мир, могу на 100% рекомендовать это место как самое лучшее на нашем пути. В общем, друзья, ставим лайки, делимся этим видео. Я думаю, что такой мануальчик по карасям будет интересно всем, кто дайвит и кто просто любит с маской понырять в красивом рифе. Подписываемся на канал, проверяем колокольчик. Ну и на следующей неделе мы продолжим наше путешествие и будем вам показывать какие-то реально крутые и уникальные места. Да, там еще Аеми будет, мой любимый. Арбарек. Арбарек. Вот, это топ-3 на самом деле места на нашем пути. Вот этот Кри, Арбарек и Аеми, самые любимые. Поэтому, друзья, не пропустите наши следующие видео. А на этом наш ролик подошел к концу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok